Горожане успели приобрести на июль 90 проездных на автобус и 1381 единый проездной билет. Чтобы вернуть часть денег, его владельцу нужно написать заявление в одном из пунктов обслуживания ЕТК. В Чебоксарах их пять, еще один в Новочебоксарске. В течение 30 дней следствия поступят либо на счет владельца карты, либо их отдадут на руки. Проездной на автобус в июле стоил 750 рублей. Оператор безналичной оплаты проезда готов вернуть одну треть от этой стоимости. Объясняет такое решение тем, что первые 20 дней июля автобусы Чуваш-Автотранса еще курсировали по маршрутам, и значит, люди могли активно пользоваться проездными билетами. Стоимость пластиковой карточки на проезд и в автобусе, и в троллейбусе в прошлом месяце составила 1050 рублей. И именно с этого вида проездного сложнее рассчитать возврат, говорят специалисты. Пока автобусы простаивали, рогатые работали исправно. В пунктах обслуживания единой транспортной карты решили с каждым владельцем такого проездного билета работать индивидуально. Будет составлена пропорция в процентном соотношении, сколько процентов поездок было на троллейбусе, сколько процентов на автобусе, и в зависимости от этого будет произведен возврат средств. Например, если вы за целый месяц проехали 70% на троллейбусе, количество поездок 30% на автобусе, то, соответственно, из вот этих 30% за 10 дней, которые автобусы не ездили, будет произведен пересчет. В этом случае сумма возврата составит чуть больше 100 рублей. В Минтрансе Чувашии говорят, с такой проблемой еще не сталкивался ни один регион страны. И обещают оперативно решить проблему. Сейчас Минтранс совместно с перевозчиками прорабатывает механизм подключения частных перевозчиков к системе проездных билетов. Опыта и практики в Чувашской республике по подключению частных перевозчиков к проездной системе не было. Я думаю, к сентябрю месяца данный механизм заработает. В данный момент готовится вся нормативно-правая база по созданию лимитированных проездных билетов на все виды транспортных средств. Это и маршрутки, и автобусы, и троллейбусы. К сентябрю в республиканском Минтрансе обещают решить вопрос со студенческими и школьными проездными билетами. Евгения Язиновьева, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.